Вода – ценный ресурс. Особенно в летнее время. Ее остро не хватает и в семье Залихан-Плиевой. Перебой с водой в летнее время в селе Плиево – проблема далеко не новая. Единственное, что спасает положение – такой своевременный подвоз. Подвозят, что они стоят в подвозе. Это проблема. Мы стоим в воде, но мы не едем сюда. Мы помогаем нам. Вместо тазов и ведер Залихан вода сразу льется в колодец. Он вырод во дворе дома почти 30 лет назад. После его наполнения воды хватает на две, а то и три недели. Подвоз воды в ряде населенных пунктов в этот период организует по поручению главы региона Махмуда Аликалиматова. Специально для этого на средства из Национального фонда закуплено 14 водовозок. Одной из них получили сотрудники Плиевской администрации. Одной машины хватает на то, чтобы подвозить воду тем, кому она необходима. Каждый день от сельчан, отмечает Амар Плиев, в адрес администрации поступает больше 10 заявок. 10-15 заявок в день выполняется. Сегодня у нас 4 заявки мы уже выполнили. В основном самые проблемные улицы – это у нас Лесная, Алхачурская, Кунаево, Западная. В основном там у нас проблема, большая проблема. Одна такая цистерна вмещает более 4 тонн воды. Водовоз совершает около 9 рейсов в течение дня. Амир Плиев – один из членов комиссии по решению вопроса с водоснабжением в селении. Чтобы доставить воду своевременно, он вместе с сотрудниками администрации составляет график подвоза. Каждый день составлен график, кому в первую очередь, кому, ну так, поочередно. У кого больные, у кого там дети-сироты, у кого инвалиды, в первую очередь им, а потом остальным жителям села Плиево. Так что работа налажена отлично, нормально, без перерыва вода подвозится. За этим стоит контроль, составлен график, составляются заявки, как нам раньше сказали в правительстве. В общем, работа идёт в нормальном режиме. Вопрос обеспечением воды в Назрановском районе оперативно решается и муниципалитетами. В эту жару перебои с водоснабжением бывают на некоторых улицах трёх населённых пунктов. В основном, как проблемы у нас в нормальном жару складываются, именно в Барсуке, Плиево и Газиурт. Но эти вопросы как бы решаются. Острое проблему у нас стояло в начале в Плиево. Мы там уже, как скажем, организовали подвоз воды, заявки принимаются ежедневно. С момента подачи заявки, на второй день по улицам, по адресам, поставляется подвоз воды. Вопрос решается моментально. То есть, как таковых проблем нет. Тем не менее, нам оказывается поддержка с Министерственной энергетики ЖКХ и Нархотлибом-Пширипов-Калиматовом. В двух проблемных населённых пунктах, Плиево и Барсуки, принято решение установить мини-каптажный колодец. Для этого из резервного фонда правительства региона по поручению Махмуда Али Калиматова выделено свыше 5 миллионов рублей. Новый колодец, как надеются жители Плиева, поможет улучшить водоснабжение в селении на 80%. Мы здесь ремонт делаем, вставляем дополнительные переходники, дополнительные насосы, дополнительные устройства, чтобы эта вода подавалась. Вон те резервуары, каждый резервуар, тысячи кубов вместимость, он будет наполнять, эта вода будет наполнять этой системой. И в течение суток в Плиево, без переборя будет подаваться вода. Я думаю, это решит нашу проблему. И в ближайшие месяца-два уже у нас, я надеюсь, что не будет проблем с водой. Данный вопрос находится под контролем главы республики. Работы по установке мини-каптажного колодца планируют закончить к началу августа. А пока подвоз воды власти на местах будут осуществлять и дальше. Для этого жителям Назрановского района нужно заранее оставлять заявки в муниципалитетах. Номера для звонков на сайтах администрации. Дана Плиева, Султан Могушков, Новости 24.